Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Виталий Малышев написал, что он влюблён в Юлию Богомолову, но он предполагает, что у девушки есть поклонники за периметром. Когда он хотел проверить её телефон, она не дала ему это сделать. Саша Черно вдохновляет Иосифа Аганесяна. «Моя муза и моё вдохновение», – пишет он. Кто бы мог подумать, что за полдня сшить платье для бусинки – это не так сложно. Многие зрители возмущены беспределом, который творит Лера Фрост. Раньше уже был случай, когда она швырнула кружкой в Сергея Захарьяша, а на этот раз она кинула сразу три стакана в сторону коллег по проекту и даже попала одним из них Веру Курочку. Но в ответ Лера не получила ни выговора, ни наказания. За такое её следовало бы немедленно выгнать из Дома-2. Мария Кахно довольна результатами своей пластической операции. Подруга Марии, Марина Африкантова, тоже задумалась о пластике. В последнее время коллектив обвиняет Марину в том, что она не строит отношения. Она пишет, что была полтора года в серьёзных отношениях и имея право на отдых. Я буду выбирать себе мужчину более тщательно, не строить отношения с первым попавшимся. Никита и Ваня, которые ко мне пришли, мне не по душе. После того, как Артёмова рассказала о том, что планирует получить российское гражданство, на неё обрушился шквал критики, оскорблений и даже угроз. Я рождена в России, пишет она, свидетельство у меня российское. Просто потом родители развелись, и мы переехали в Луганск. Очень жалко, что народ разделился и сейчас обзывают друг друга повсюду. Артёмова опровергла слухи о своём расставании с Женей Кузиным. «Не переживайте, у нас всё хорошо», – пишет она, – «готовимся к свадьбе». Николай Должанский достиг многого в музыкальной сфере. Он будет выступать на одной сцене с группами «Мумитроль» и «Дельфин». Также в откровенном разговоре с журналистами он рассказал о своих успехах в личной жизни. Его постель по очереди греют аж две молодых девушки, которым слегка за 20. О существовании друг друга барышни, конечно же, не знают, но и определяться Николай пока не намерен. Денег на содержание девушек у него хватает. Именно о такой жизни он и мечтал когда-то в юности. В ближайшее время он хочет открыть советскую распивочную. Антон Шоки, который недавно бросил Вику Комиссарову, уже нашёл себе новую девушку. Это некая Анастасия Иванова. По возрасту и внешне она походит на Вику Комиссарову. Муж Ксении Бородиной поздравил свою маму с днём рождения. Теперь поклонники Ксюши знают, как выглядит её свекровь. Она оказалась очень моложавой, весёлой и жизнерадостной. Недавно Степан Менщиков отпраздновал своё 40-летие. Известные экстрасенсы считают, что он зря это сделал. Они сошлись во мнении, что число 40 магическое. Здоровье Степана ничего не угрожает, но искушать судьбу всё-таки не стоило. Анастасия Лисова отдыхает с женихом в Венгрии. Но на снимках его нет, девушка не желает афишировать свою личную жизнь. Теперь она бережёт самое дорогое от чужих глаз. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.